Девушки отдыхают Что, если я представляю самолет Boeing 737 NG New Generation или Next Generation Следующее поколение Кто-то переучивался Да, я сейчас на NG работаю на этот самолет Начинаешь объяснять, что самолет следующего поколения Отличается от предыдущих тем, что пошли по пути унификации кабин То есть практически аналогичная кабина самолета Boeing 777, 747-400 Был с изменениями и со стороны прочего Смысл? Шесть жидкокристаллических многофункциональных дисплеев На которых выводится полностью вся информация О полете, о данных систем, давлении, масла, работы двигателя Для чего это сделать? Для того, чтобы облегчить работу экипажа, который состоит из двух человек всего Командир, второй пилот Больше никого нету Поэтому максимально все приближено Не приближено, а задействовано, автоматизировано То есть самолет, в принципе, может летать как в ручном режиме, так и в полностью автоматическом Достаточно после взлета нажать одну кнопку автопилот И самолет полетит в позапрограммированной ему программе То есть он взлетит Если не будет каких-то изменений от диспетчеров Забитый маршрут, он наберет высоту Займет свой эшелон Далее мы подойдем к точке снижения Которую, опять же, можно запрограммировать И потом, только подключив некоторые режимы Там две-три кнопки нажав Он абсолютно автоматически выполнит самостоятельную посадку То есть уровень автоматизации таков, что Ничего делать не нужно Нужно только контролировать Ну, фактически В то же время, абсолютно все можно делать руками Вся, как бы, оверхед панель, овернад, хед голова То есть над головой, она служит для систем самолета То есть нету инженеров, нету штурманов, никого нету Ни портмеханика, ни чего Поэтому все максимально автоматизировано, упрощено и выделено Обратив внимание, что вся панель темно-серого цвета Есть некоторые панели светло-серого цвета Для чего сделано? Эти панели, это панели систем самолета И также они сделаны именно цвет, цвет трубы Для того, чтобы в случае задымления кабины, кстати При одевании кислородной маски, которая со стеклом и всем остальным В темное время суток, допустим, или вообще Различать тон светлой, серой Светлые панели этой системы самолета Топливная система Всего лишь шесть выключателей Шесть насосов топливных Просто сначала программируем самолет Входим в меню компьютера Самолет оборудован в флайт-менеджер-системе В которую входят два компьютера управляющих Флайт-менеджер-компьютер, FMC так называемый Компьютеры программируются через CDU Компьютер-дисплей-юнит, водное устройство Сейчас мы находимся в Шереметьево Забиваем данные Шереметьево четырехбуквенным кодом Но мало для компьютера самого кода Ему еще необходимо знать широту и долготу, где он находится Вносим также широту и долготу самолета в компьютер Он ее запомнил и опознал, естественно, место самолета Далее переходим, управляем, вернее, вводим данные по Тому, откуда мы собираемся лететь И куда мы собираемся лететь Нарисовалось на компьютеру УЕ и Е, Шереметьево Компьютер спрашивает, вы согласны? Активируем, согласны Аэропорт вылета Шереметьево подтверждаете? Подтверждаю С какой полосы будем взлетать? С 25-й правой полосы Активируем Схему выхода предпочитаете? Браво, папа, 25, ОСК Подтверждаете? Подтверждаете Компьютер нарисовал маршрут То же самое при подлете к аэропорту назначения Опять же, выбираем аэропорт назначения, куда прибыли На какую полосу будем садиться Ну, мы в Шереметьево будем лететь Опять же, выбираем схему захода Браво, папа, 25, Чарли Компьютер рисует какую-то схему захода Данный этап нас не устраивает Входим в Актив Рут Лекс То есть активные участки маршрута И говорим, что сейчас нас это не устраивает Мы хотим полетать по другой схеме Выбираем какую-то точку на маршруте Опять же, перепрограммируем машину Вводим, маршрут рисует так, как нам нужно было Самолет нарисовал, вернее, компьютер нарисовал На этом заканчивается часть маршрута Далее, приступаем к программированию весовых данных самолета Вбиваем пустой вес самолета с топливом Общая заправка, какая топлива Потребный эшелон полета, какой необходим нам И данные по ветру, по температуре Которые необходимы компьютеру для расчета скоростей полета И режимов, те, которые понадобятся ему Вся вот эта процедура занимает, в принципе, в реальной жизни Ну, порядка 15-10-15 минут, не более В программировании машины экипаж приступает к общей подготовке То есть кабины проверяется Вся кабина на правильность показаний На правильность положения регуляторов, выключателей и так далее Для этого зачитывается pre-flight чеклист То есть предполетный чеклист Второй пилот зачитывает чеклист Проверяет или командир Ну, опять же, это обусловлено СОП, так называемый, Standard Operation Procedure Которые компания разрабатывается Описывается, кто за что отвечает Есть у каждого свои зоны ответственности Каком языке, Алексеевич? Только на английском Потому что все написано на английском языке Поэтому, если написано flaps То не нужно говорить закрытки Если написано speed brake То есть speed, скорость, brake, тормоза, воздушные тормоза Speed brake Курс, курс, heading, heading Потому что я схожу Просто поставь мне курс 275 Просто начинает мне ставить курс 275 А я имел ввиду направление хейдинг То есть самолета, когда мы в воздухе Недопонимание Недопонимание не может быть Поэтому То, что написано, то и произносится Причем Так как летают двое То Друг друга обязательно должны контролировать Кросс-чек, так сказать, взаимный Команда командирам дается Set speed Второй пилот Или тот, который не пилотируется Берется за ручку И говорит Set speed 150 Он говорит Speed 150 Ставит ее И говорит Set Показывает Тот, который не пилотирует Глянул, бросил Отображение Взгляд, в смысле бросил Посмотрел, сказал Чек То есть подтвердил Вот это и есть перекрестный контроль Не допускается То есть Понятное дело, что когда летают Постоянно-постоянно Эти чек-листы Они выучатся наизусть Не допускается такого Что формальное чтение Почему? Потому что сел Ну, голову в колени Занимается Листает какие-то документы Сам читает чек-лист Второй Который на чек-лист отвечает А сам не смотрит Есть позиция Я в дампер То есть демпфер Руля направления Я в дампер Сказал один Он Второй не посмотрел И упустили Почему нужно читать? Потому что На земле, к примеру Читаем чек-лист определенный В воздухе читаем Кто-то отвлек По рации вызвали Стюардесса зашла Дежурная пришла Что-то такое Тряхануло самолет Тряхануло Забыл Ой Сказал Не прочитал Смотрит сюда В лист Что прочитали Лучше повторить Чем не дочитать Поэтому Прочитал Посмотрел Я в дампер Он Он Один говорит Второй отвечает То есть задает вопросы Контролирует друг друга После выполнения всех процедур Когда мы получили разрешение Диспетчера на запуск двигателя Устанавливается связь С техником Наружным Который стоит Он Контролирует Чтобы Зона запуска двигателя Была свободна Людей Никого не было Мы говорим Готов запуск Он говорит Готов Если это русский техник Не обязательно говорить На английском Если ты в иностранном порту То биолог Естественно На английском языке Ready for start Он говорит Ready for start Engine number two Will be First Первым будет двигатель Он говорит Окей Там свободна зона Запускаем двигатель Проконтролировали Что у нас Отбор Воздуха От APU Взят То есть Когда работает APU То есть Можно запускать В принципе Как от вспомогательной силовой станке Так от наземного источника Но мы берем Нормальные условия Проконтролировали Положение переключателя Определенный алгоритм Готов Готов Командир Start engine Number two Number two Да Number two Поворачиваем выключатель И контролирует Второй пилот Запуск Обороты растут Он говорит End rotation При достижении Оборотов 22-25% Озвучивается 25% Фьюэлфлоу Подается топливо Начинает расти Температура двигателей И Также Продолжает Расти обороты И появляются Обороты Н1 То есть Ротора Высокого давления Свободных Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...